Приветище! Это Субнатика ниже нуля, и мы продолжаем нашу с тобой удивительную подводную экспедицию, ну и соответственно выживание. Знаешь, что я здесь нашел? Покопался я, короче, в нашем КПК и нашел свое личное дело, ну то есть нашей девушке. Смотри, короче, ну мы уже знаем, что нас зовут Робин Гудл, возраст у нас 37 лет, почти под 40 лет, ты прикинь, старуха, мы за старуху практически играем. Ну ладно, 37 лет это еще в принципе сойдет, ладно. Семья. Мать мертва, сестра Сэм Гудл, администрация Альтера. Это та самая сестру, которая с нами по рации связывается. И вот биография, наконец-то. Сейчас-то мы узнаем все про нашу героиню. Родилась в семье матери-одиночки, работавшей на корпорации Альтера в городе станции 746. Когда Гудл было 5 лет, семья переехала в Оуэлл, независимую планетную исследовательскую колонию. С тех пор, будучи одним из всего лишь 15 детей в колонии, она обучалась на дому. Из-за отсутствия защитной инфраструктуры Альтера, колонисты Оуэлла часто контактировали с местной инопланетной жизнью. И у Гудл выработался интерес. Когда колония закрылась после происшествия, приведшего к смерти ее матери, она взялась за работу на самых чужих из доступных миров. И с тех пор не меняла курс. Да, суровая у нас девчуля. Резюме. Интроверт, интуитивная, задумчивая, проницательная. Вот такие вот мы, девчули с тобой. Ладно, давай-ка мы с тобой вылезем. Словим какую-нибудь рыбеху, потому что нам срочно нужно покушать. Че мы с тобой? Вот, идите сюда, рыбки. Бумеранчик, иди сюда ко мне, пупсик. Есть? Бумеранг? Бумеранчик, милый мой, прости меня, но ты мне должен спасти жизнь. Я очень голодная. О да, наконец-то. Че-нибудь захомячить можно. Так. Еее. Жизненно важные показатели в норме. Робин, начальник требует доложить обстановку. Я замерзла, я потеряла все свое снаряжение, и я не понимаю, что вообще происходит. Но я жива. Я не вправе сделать еще один сброс. Хотя, погоди-ка. Здесь есть аварийный схрон. Его не трогали с тех пор, как разведчики высадили 6 месяцев тому назад. Сэм, вышли мне координаты? Уже у тебя на экране. Где у меня на экране? А, вон. Сохрана аварийного снаряжения. Че, нам туда плыть? 263 метра. В принципе, не так уж и далеко. Только нужно подкрепиться еще. Нужно пузырей найти. Вон, сразу вижу пузырик. Чтобы водички сделать. Ну и, соответственно, бумеранги или кто-нибудь еще. Вот это рыбеха. Иди сюда, пупсик. Вот так вот. Кольцевичочек мой. Смотри-ка, что это там? Это, это, это же глайдер. Фрагмент морского глайдера. Почему это он здесь валяется, я не понял. Каким макаром он здесь вообще очутился? Такое ощущение, что у нас здесь упал космический корабль, как на Авроре. И знаешь, все запчасти здесь где-то в округе валяются. Вот так вот, мы дома. Сейчас мы приготовим вас, пупсики. Водичку. И, конечно же, сухомятку. Из еды у нас все. Тут нам еще предлагают засолить рыбку. Но соленую рыбу я ненавижу, не хочу. Из инструментов что-то новенькое появилось. Воздушный пузырь. Во, как раз. Рекомендуется пополнить запас калорий. Сейчас, 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 сейчас. Вот это мы хомячим. Вот это выпиваем. Блин, надо еще жрачки. Маловато будет. Я хочу стать жирной теткой. Мне надо еще поесть. О, кварц нашел. Кварц мы заберем. Это по-любому пригодится. Еще фрагмент глайдера, что ли? Да ладно, откуда им здесь валяться? Вот скажи мне, зачем? Вот, что это такое? Мячик для гольфа. Хе. Нафига, вот нафига раскидали здесь глайдеры? Вот для чего? Я понять не могу. То же самое, что как в первой субнатике. Как будто тут кораблекрушение какое-то произошло. И все запчасти раскидало по морю. Нашу же базу накрыло лавиной. А не взорвало, вследствие чего раскидало все запчасти. Правильно? Не понимаю логику пока. Может быть то, что это альфа. Кто знает. Все, в принципе мы с тобой подкрепились. Наелись, напились. Теперь можно отправиться в дальнее плавание. Нам нужно плыть 200 метров с охрана аварийного снаряжения. Ну что ж, поплыли. Надеюсь без происшествия. А то в прошлой серии ты помнишь, да, как мне? Подфартил три раза. И лавиной накрыло. И подлет упал. И камни обрушились на проход. Кажется мы плывем обратно в ледовые пещеры. Хотя нет, мы не будем проплывать через лед. Мы проплывем под глыбы льда. Вот таким вот макаром. Воу, 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 воу. Что это за рыбеха такая? На попугая чем-то похоже, знаешь. Ага, прикольно. Морская обезьяна. Это морская обезьяна. Очень классно выглядит. Но я думал, что морские обезьяны, они немножко похожи на земных. А вот наш сохран аварийный. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть чертеж. Скорее всего чертеж. Ой, блин, кислород кончается. Надо всплыть. Давай этот ящик откроем. Да, чертеж компаса. Или компаса. Кому как угодно. И ящики. Несколько ящиков с медикаментами и с ресурсами. Аптечку убери. Блин, аптечка мешает. Где еще один ящик? Вот он, еще один ящик. Там у нас водичка. Вроде бы все. Плыл с охран, чтобы достать компас и медикамент с водичкой. А, вот еще один ящик. А в нем что? Сигнальная ракета. Пригодится. Хотя в прошлой серии я ни разу практически не пользовался сигнальной ракетой. Что ж. Ой, всплывать надо. Ой-ой-ой-ой. Нет, нет, нет. Только не это, нет. Ну. Фух. Фух, фух, фух. Успел. На последнем издыхании. Ой-ой-ой. Это было опасно. А что мне здесь, собственно, нужно сделать? Я вроде бы все отсюда забрал. Все равно маяк ведет меня сюда. Вон там еще один ящик смотрит. Офигеть. Я могу сквозь нее проплыть? Круто. Я через твое. А я, кстати, могу взять кислород у нее. Пополнить кислород. Вот это рыба. Это просто клад, а не рыба. Я вот так вот буду рядом с ней плавать. Кислород отсасывать. Классная рыбеха. Так, я где-то ящик еще здесь видел. Где ящик? Надо повыше всплыть. Где-то видел ящик. А, вот он. Вот он. Вот этот ящичек. Что у нас здесь? Питательный батончик, похожий на мыльцо. Кислородика дай мне еще, пожалуйста. Спасибо. Ну что, схрон мы с тобой полностью весь обчистили. Несмотря на то, что его год никто не трогал. И тут приплыли мы и все забрали. Предлагаю возвращаться на базу. Но прежде мы возьмем семена водорослей. Они нам пригодятся. Мы их забираем. Таким макаром надо всплыть. Как мне здесь не хватает кислородного баллона. Просто капец. Также возьмем обычных водорослей. А, водорослей я не могу состричь, потому что у меня нет ножа. Обидно. Соль вижу. Сейчас возьмем соль. Может, рюкки засолим с тобой. О, и кварц здесь есть. Даже несколько штук. Я, кстати, так и не посмотрел, как правильно ее называют. Я что-то кислород у нее брал, брал. А название так и не посмотрел. Пополнить кислород просто. А как рыба-то называется? А вот дырохвост. Как-как-как не... Ну, как навести-то на тебя? Воу! Что это было? Какого? Здесь какая-то опасная рыба плавать. Вот это, наверное. Как же тебя зовут дырох... Вот, дырохвост Титан? Да, Титан. Дырохвост Титан. Дружище, ты мой любимчик здесь. Просто спасатель. Я бы его даже так назвал. МЧСник мой. Так, что-то мы с курса сбились. Нам надо вон туда плыть. А я куда-то не туда заплыл. Интересно, руками я смогу разбить известняк? Да, могу. Что ж, еще один глайдер. Да сколько можно-то? Здесь что? Еще Титан. Еще Титан. Я совсем забыл, что можно кислород пополнять пузырями. Пузырь возьмем. И сейчас мы его захомячим. Тем самым пополним кислород. Вон, смотри. Все, мы его съели и кислород пополнили. Отлично. Нам нужно отключить маяк с хрона, чтобы он нас не отвлекал. Вот так вот. И где наша база? Нам вон туда надо плыть. О-о-о-о-о-о-о. Все, никак не могу привыкнуть к этим молниям. Просто. И дождь тут, кстати, очень быстро меняется. Меняются осадки. То дождь, то снег, то метель, то гроза, то вообще. Че здесь происходит? Какой-то адский микс. Фух, мы приплыли. Взбираемся в нашу капсулу. Отлично. Надо бы пополнить кислородик, и мы что-то можем сделать из материалов. Мы можем сделать силиконовую резину, стекло и смазку. А также компас. Пока у нас ночь, предлагаю тебе почитать про станцию Веспер. Та станция, которая следит за нами с неба, как око брата. Веспер. Полупостоянное орбитальное сооружение, чья задача создание необходимой среды для исследовательского персонала, размещенного вдали от пространства Федерации. Заняв геосинхронную орбиту над нужным небесным телом, оно служит для развертывания наземной команды и множества грузовых ракет Земля-Космос для энергоэффективной транспортировки ресурсов. Детальная информация. Жилое пространство, выработка кислорода и фильтрации воды для 57 членов экипажа на неограниченный срок. На этом орбитальном сооружении примерно 57 человек находятся и наблюдают за нами. Но также у нее есть мощности для поддержания не более 30 членов наземной команды одновременно. Ну и дальше там неинтересно. В общем, всю основную информацию мы с тобой получили. Примерное представление о исследовательских сооружениях и орбитальных строениях мы имеем. И нам сейчас нужно пополнить запас жидкости. Пузырь ты, как всегда, вовремя. У нас сейчас главная с тобой задача это сделать себе костюм. Где этот костюм? Я его не вижу. А костюма-то и нету, что ли? Да ладно, как-то нет костюма. Мне даже КПК говорил, чтобы я сделал костюм для выживания. Вот это беда. Ладно, если нет костюма, давай тогда сделаем хотя бы ножик. Для ножика у нас есть с тобой силикон. Мы же собрались с тобой семена водорослей. Собрали. Вот и ножик сделаем. Ножик есть. Теперь мы можем отбиваться от всяких хищных рыб. Что мы можем сделать еще? Сканер. Нам бы не помешал сканер. Для сканера нам нужны батарейки, которые мы можем сделать из ленточник. Я помню, что в первой субнатике нам необходимо были грибы, а здесь ленточник. Тогда я хочу сделать воздушный пузырь. Нужен пузырь. И хочу сделать обычный кислородный баллон. Нужно сетчатое волокно. Достать мы его можем из водорослей. Нож мы уже сделали, поэтому обрезать водоросли мы можем. Пойдем достанем водоросли и пузырька. Пузырик. Пузырик, пузырик, пузырик. Опа-на. Пузырик готов. А вот водорослей поблизости у нас нету. Придется плыть обратно к схрону. Вот они, вот они наши водоросли. Блин, и кислород как не вовремя кончается. Ну, наконец-то, вот они наши водоросли. Немножечко обрежем. Ну, как немножечко. Насколько мест хватит? Все, я думаю, что хватит. Ты, кстати, замечал, что на ноже написано Альтера АРМС. Типа армейский нож Альтеры. Залетаем в нашу капсулу. И сразу же делаем воздушный пузырь. Он нам пригодится. Сетчатое волокно мы делаем. И кислородный баллон у нас уже есть. Здорово. Осталось сделать только ласты. Оу, сколько всего открыли. Смотри, ремонтный инструмент появился. Подожди, подожди. Радиомаяк появился. Ремонтный инструмент. А костюма до сих пор нет. Ну, как так-то вообще? Комплект проводов появился и микросхема появилась. Ладно, одеваем кислород. А, он уже оделся. Ну, хорошо. Все припасы, которые у меня есть, я скидываю в хранилище. Смотрим, что нам нужно для ласт. Для ласт силиконовая резина. Блин, надо было побольше семян взять, чтобы силикона сразу наделать. Вот и ласты готовы. Теперь наша главная задача сделать не какие-то инструменты, а компас. Для компаса нужен медный провод и комплект проводов. Медная руда есть в хранилище. Провод готов. А вот комплект проводов. Для него нужна серебряная руда. Ну что ж, поплыли по пещерам, проплывемся. Ух ты! Что это за цветочек там такой красивый? Очень красочный такой. Неужели это тоже кислородная какая-то штука? Это пополнит кислород из растений. Ну точно, действительно. И он сдувается, когда я пополняю кислород. Смотри. Интересная механика. Если есть возможность, берем пузыри. Они нам пригодятся для пополнения кислорода. Что-то мне кажется, что я плыву куда-то вообще в какие-то дебри. И меня здесь, скорее всего, зажрут нафиг. Я, кстати, еще ни одной пещеры не встретил. Где? Вау! Что это было? Твою ж налево, как я испугался. Он так крикнул. Надо кислородика пополнить пузырики. Вот так-то. Кислород есть. Продолжаем наше исследование. Что, поел? Кислород пополнил и водички пополнил заодно. Хотя нет, он, по-моему, в сыром виде. Да, вода минус 4 идет. Сейчас быстро обезвоживание наступит. Смотри, 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 чего нашел. Ну, это фрагмент гравиловушки. Мы на этой планете, именно вот в ледах, находимся где-то примерно год. Но здесь столько запчастей от Альтеры валяется. Та же гравиловушка, тот же глайдер. Что это? Капец. Такое ощущение, что мы здесь живем уже 5 лет. О, смотри, чего нашел. Ленточник. Забираем, конечно же. Батареечки теперь у нас есть. Отлично. О, какое-то первое, я не знаю, это пещера нет. Наконец-то, вот они. Выступ золота. Вот здесь-то есть серебро, правда. Почему-то мне титан попался. Это что такое? Это обломок Альтеры, и в нем то ли яйцо, то ли что. Я понять не могу, что это такое. Все монки. А, гнездо рыбы-обезьяны. Черт подери, кислород кончается. Давай, давай, по-быстренькому. Сейчас мы здесь проплывем. Выступ серебра, наконец-то. Серебро есть. Нужно еще два серебра. Мы уже опустились на 76 метров в глубину. А последнего выступа серебра я так и не вижу. Блинский. Где серебро-то? Ё-моё. Ну чё, последний камушек мне достать и все. Для компаса. Так, воспользуемся нашим воздушным пузырем, чтобы он нас быстренько поднял наверх. Кислород кончается, и нам очень срочно нужно наверх. Вот так вот. Вот таким вот макаром он работает, этот воздушный пузырь. Слава богу, он не одноразовый. Мы можем пользоваться сколько хотим. Короче, пока я искал серебро, решил выплыть на поверхность. Посмотреть, что здесь. А здесь идет снег. И также я хочу навестить пингвинят. Очень много было комментариев о том, что я пингвинов могу брать в руки. И я хочу это попробовать. Так, пингвинчики. Идите сюда. Вот, маленького пингвинята я могу взять. Оу-оу-оу. Я взял маленького пингвинчика, и они меня начинают колбасить. Типа, верни нашего ребенка. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот он. Вот он, маленький пингвинят у меня в руке. Кстати, как только я его им показал, они перестали за мной бегать. А ну-ка я сейчас уберу его. Все, им уже я стал безразличен. А если я еще одного у них возьму? Я взял еще одного у вас? Смотри, смотри, сразу за мной побежали. Стадо такое. Да ладно, ладно, вот держите. Я отдаю вам его обратно. Держите. Интересно, для чего мне эти пингвины нужны? Да все, все, все. Вот я. Отдал вам его. Не будите на меня. Я добрый. Я добряш вообще. Короче, пока ты не трогаешь пингвинов, пингвины не трогают тебя. Ну что ж, наступил рассвет. Вон, веспер. Ты видел, да, как у нас погодные условия быстро поменялись? Капец, я уже ничего не вижу. Меня залепило этой... Вот это буря. Вот это капец. Так, а что? Я нифига не слышу. Надо нырять, мне кажется, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит вообще? Ни черта не видно. Все, ныряем, короче. Фух. Да, под водой получше намного. А ну-ка всплывем. Не, на поверхности делать нечего, все. Пойдем под воду. Когда заканчивается у тебя вода, и ты очень хочешь пить, нужно просто выпить семена водорослей. Они пополняют хорошо запас воды. Плюс 10 к воде. Что, неплохо. Захомячим. Что это взорвалось? Прямо так мощненько взорвалось, слушай. О, какая рыбка здоровая плавает. Опустился я, называется, на 80 метров в глубину. Хорошо, что у меня есть ножик. Надеюсь, он меня не сцапает. Так, так, аккуратненько проплываем. Не бесим его. Пройдена отметка в 100 метров. Эффективность кислорода снизилась. Спасибо вам за это предупреждение. Я вот серебро вообще не могу никак найти. Я уже иду на какие-то смертельные поступки. Так, у меня есть? Есть. У меня пузырь есть на всякий пожарный. Кислородика немножечко я себе смогу продлить. Хотя мне уже надо всплывать, да? А вон еще есть. Смотри. Пузыри. Сейчас, сейчас, сейчас. Иди сюда, пузырик. Есть пузырик? Быстренько хомячим пузыри. Ай! Долбаный камикадзе. Все, всплываем. Включаем наш пузырь. И поднимаемся на поверхность. Оу! Плавал я такой, значит, плавал. И нашел еще один схрон. Блин, кислорода мало. Очень мало. Ой, не то съел. Так. Что это у нас здесь за ящичек? Ребрезер, наконец-то! Это маска, которая позволяет погружаться на глубоководе. Есть! Еще один выступ серебра. Наконец-то! Давай проплывем еще глубже. О, да ты... Ты посмотри, сколько здесь серебра. Офигеть, вот это я на местечко наткнулся. Классное место, слушай. О, яичко чье-то. Че там? А, нет, это не яйцо. Это какой-то светильник нафиг. Блин, сколько же здесь серебра. Все это дело добро и забираем. Офигеть. 30 секунд. Все, кислорода у нас мало. Пора выплывать с этой пещерки. О, как удачно я выплыл. Здорово, Титанич. Итак, добыча у нас просто шикарнейшая. Три серебра. Кристаллическая серая. Это я у Камикадзе отобрал. Ну и, конечно, ленточник, который позволит нам сделать батареечки. Возвращаемся на базу. И начинаем изготавливать комплект проводов. Далее компас. Ништяк. Что нам нужно для ребризера? Комплект проводов, сечетое волокно, силиконовая резина. Резину не проблема достать. А вот комплект проводов надо снова серебряную руду искать. Ладно, фиг с ним. Пока сделаем батареечки. Удалось сделать всего одну батарейку. На что мы ее с тобой потратим? Наверное, на сканер. Хочу отсканить глайдер и сделать его, наконец, потому что вручную плавать, ну это убого. Смотри-ка, ремонтный инструмент можем сделать. Благодаря кристаллической серии. Есть зацепка. Светилище инопланетян в изверистых мостах. 200 метров вниз. Мне нужно вернуться на археологический участок. Я не могу тебе это позволить. Почему нет? Приказ начальника, мы пытаемся сохранить тебе жизнь. Потому что зарплата обходится дешевле, чем судебные иски. Это цинизм тебе помог там друзей завести? Конечно, только эти друзья не люди. Файлы в твоей базе данных. Делай, что хочешь, только скажи мне, что нашла. И не втягивай меня в неприятности. О, наконец-то. Неприятности и приключения, как я это обожаю. Но это будет уже в следующей серии. Если тебе понравилось, то с тебя лайкос, комментос и подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего приключения. Ну а на этом все. Тебе удачки и пока. Субтитры сделал DimaTorzok